Встреча с французским императором 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 году стало завершающим событием Отечественной войны 12-го года. За день до этого две армии союзных сил под командованием фельдмаршалов Блюхера и Шварценберга в ожесточенном сражении перекрыли подступы к городу, помешав плану Наполеона перебросить войска и изменить ход сражения в свою пользу. По итогам заграничного похода крупные державы убедились в силе русского оружия, а флаг Российской империи в центре Европы стал символом крушения империи Бонапарта. Политические карлики в руководстве западных стран, которые меняют себя новыми наполеонами, забыли исторические уроки, которые преподала им Россия 200 лет назад и снова угрожают нам военные интерверции. Забыли они и про то, что 500 тысяч солдат французской армии погибли в России в ходе Великой, можно сказать, Отечественной войны 1812 года. В рамках мероприятия участники обсудили вопросы, связанные с отражением событий Отечественной войны 12-го года в исторической памяти, культуре и искусстве и историей заграничного похода русской армии 1813-1814 годов. Наши предшественники, императорское русско-историческое общество, семь томов, своих сборников посвятило в целом Отечественной войне 12-го года и заграничным походам. Российское историческое общество сразу после своего воссоздания уделило большое внимание этой темы. На самом деле, мне кажется, это было первым крупным мероприятием Рио и подготовка энциклопедии, посвященной Отечественной войне 12-го года. В ходе круглого стола Сергей Нарышкин также обратился к событиям Второй мировой войны, вспомнив о взаимоотношениях наших стран в те годы. Мы помним и чтим память летчиков эскадрильи Нормандии Нейман, мы помним о французском сопротивлении, но мы помним и о том, что под знаменами Гитлера на русскую землю пришли полки и дивизии французов. Мы все это помним. И несмотря на это, Советский Союз в лице Сталина, когда подписывался акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлерской Германии, посадил французского представителя на сторону, держав победителей. Этот жест Советского Союза хорошо помнил великий французский лидер генерал Деголь, но не помнит большая часть нынешнего политического класса во Франции. Задача историков – напоминать им об этом время от времени. Служба информации Фонда История Отечества.